Всем доброе утро! И начинаю свой влог с такой вот красивой девушки. Сегодня мне доставили посылку с Калифорнии, и здесь у меня Аббрат. Вот такие волшебные бюстгальтеры, которые поддерживают вашу грудь и подтягивают её, и делают как вот в юности. Так что хочу посмотреть, надеть, померить и вам показать. Пару слов о груди. Если вам это не интересно, можете перемотать немного видео туда. Так вот, например, у меня грудь очень испортилась. Во-первых, я родила ребёнка, во-вторых, я похудела очень после родов. И так как у меня грудь была всегда большой и тяжёлой всю жизнь, то после похудения и кормления она испортилась, кожа осталась, а вот самого объёма нет. Поэтому я всегда прибегаю к каким-либо уловкам, чтобы поднять грудь, сделать её побольше, попышнее и так далее. И я очень люблю ходить ещё без бюстгальтера. Это вот моя проблема. Я не могу никак себя заставить... Ну, я заставляю носить, конечно, но я терпеть не могу бюстгальтер. И была бы моя воля, я бы ходила без него. И это, наверное, основная причина, почему я хочу сделать пластическую операцию, мамопластику. Я хочу ходить без бюстгальтера. Но это уже отдельная тема. Я не против пластической операции, но я боюсь. Поэтому я ношу такие специальные бюстгальтера. И многие из вас интересовались, что это за такие вот бюстгальтера. Особенно, когда вы надеваете вот такие маечки на тонких брютельках. Хочется, чтобы бюстгальтер не выглядывал лямки от него. Потому что это выглядит некрасиво, а когда одна вот такая вот тонкая лямочка, это выглядит очень сексуально, мне кажется, и женственно. Подчеркивает ваши ключицы и хрупкость ваших плеч. Если тут еще лямка вот такая от бюстгальтера, это некрасиво. Я вот ношу такие вот бра, которые подтягивают, и можно классно носить с такими майками. Вот я заказала себе аббра, и вот покажу вам даже сейчас на примере эффект. Например, сейчас я без бюстгальтера. Это не слишком заметно, потому что фасон у блузки, он воздушный, и двойная подкладка, поэтому как-то так, не видно особо. Но все равно есть этот эффект, мне не нравится, и если я наклонюсь, то все будет видно. Вот так это выглядит без, и покажу как с. Вот он мой первый бюстгальтер, к нему есть лямки черные, но я их отсоединила. И посмотрите, как интересно, здесь вот такие сердечки, за счет них не скользит бра. А также вот по краям здесь тоже вот такие вот силиконовые штуки. Это силиконовые, да, и они тоже держат бра. Плюс ко всему, за вот эти веревочки можно потянуть, и оно подтянет грудь. Тоже прикольная такая функция. И здесь вы этот крючок цепляете, и сжимает больше грудь. Внутри вот как-то вот эта штучка, там вот подкладка такая тверденькая, она подтягивает. В общем, ваши груди выглядят очень объемными, как будто вы их увеличили. И вот после того, как я надела бра, и появился объем, в общем, грудь подтянулась, и все замечательно. И я знаю, что есть доставка в Россию. Ну, можете посмотреть на сайте, может, еще в какие-то странные СНГ. Мне кажется, по всему миру они отправляют. Девчонки, если кто-то из вас делал мамопластику, то напишите в комментариях, поделитесь вашим мнением, комфортно ли вам. Как свои, или вы, когда спите, переворачиваете, чувствуете инородное тело. Вот меня больше всего это волнует, что я буду лежать и знать, что у меня там что-то внутри есть, не мое, и меня это будет бесить. Вот есть ли у вас такой эффект, что вам кажется, что это что-то там не то. Если как родное, то это, конечно, классно. И белый точно такой же, только с лямками. Внутри я имею в виду вот эта вот необычная подкладка воздушная. И на губах у меня вот этот замечательный стойкий блеск для губ от Dior. Я знаю, что вы будете спрашивать, потому что уже как-то снималась в этой помаде блестящей, и очень много было вопросов. 107 номер. Я заехала в Walmart, чтобы купить Саре одежду для гимнастики. Она пойдет на гимнастику, и что-то нужно ей надеть. Так что вот, скорее всего, я куплю вот этот костюм и чешки. Надеюсь, чешки будут ей как раз, потому что это только один размер. В этом магазине в Walmart есть все, что вам нужно. Вот как бы отдел для гимнастики. Я еще смотрела на вот такие вот яркие костюмы, но я думаю, что это для выступления, не на каждый день. Юбочки. Ну все, я, в общем, выбрала. Сегодня идет первый раз на гимнастику. Если вам интересно, я могу снять обзор магазина Walmart, либо других магазинов. Напишите, интересно ли вам это по ценам посмотреть и так далее. Потому что здесь очень много всего. Здесь, конечно, не только одежда, но и продукты. Все для дома, канцелярия. То есть здесь есть все. И техника, и электроника. Но мне ничего не нужно, кроме костюма на гимнастику в Саре. И поэтому я выхожу. А еще знаете, что мне очень нравится здесь? Здесь есть отдел, то, что продают по телевидению. Тут чего только нет. И знаете, то, что рекламируют по телевидению? Вот, например, магнитные ресницы. Только они какие-то ужасные, длинные. То, что здесь именно рекламируют. Ну, популярная такая вот черная маска. Всякие фонарики. Это еще маленький отдел. Где-то есть прям большое. Заходила. Воспользуюсь кассой самообслуживания. Паралетка у нас 10 баксов. И body. Body тоже. Я люблю кассу самообслуживания. Если нет настроения и не хочется ни с кем контактировать, можно саму себя обслужить быстро. Так, я всегда ищу свою машину. У меня какой-то географический кретинизм. Еду на йогу. Юля пригласила на акро-йогу. Никогда не пробовала. Не знаю, что это такое. В общем, сейчас увидим бесплатный урок. Учитель вроде как хочет попрактиковать русский язык. И не с кем. Им пригласили нас. Так что нам обоим будет полезно не позаниматься, а учителю русский. Я, в общем, блуждаю, как обычно. Была бы не я, если бы приехала вовремя. Нашла йога. Я еду в Москву, в Санкт-Петербург. Это мой родной город, в Тамбов. Круто. А вы будете преподавать йогу? Буду в Тамбове преподавать. Классно. Будет интересно. А уже 15 лет не было. А как вас еще раз зовут? Повторите, чтобы найти в интернете. Может, у вас это закончить. У меня группа на Facebook. Здесь есть. Это называется Acro Yoga. Tempo B&B. На коленки и на руки возьмемся. Встань. Встань. Давайте небольшой круг сделаем. Это мы подогреваемся. Подогреваемся и подогреваем... Рис. Как ты говоришь? Кисти рюстик. Кисти рюстик. Кисти рюстик. Вот так это все выглядит. Хорошо. Круто. Другую ногу назад. На птицу. И назад на пол. Мы сейчас встанем. Ага. О, это твой не первый раз. Признавайся. Давай. Давай. Фрэш китчен. Пообедать. Что-то тут интересное. Такое хелси, да? Как всегда. Покушали очень вкусно. Там такой принцип, вы заказываете тарелку на 6, либо на 4, либо на 2 блюда. И выбираете там, например, макароны, салат, мясо и там что-то еще. Очень много людей. Она шла к такой хипстеровской месту. Прикольно. Мне понравилось. Так что я наелась. Полный живот. Мы разъехались. Юля, я еду домой. Все. И вечером у Сары гимнастика. Первый раз. Что, я приехала за Сарой в детский лагерь. И сейчас мы сразу поедем на гимнастику. Для нее это сюрприз. Она не знала, что должна сегодня пойти. И некогда ей заехать домой покушать. Поэтому я взяла ей ланчбокс с собой. Могу показать, что там ей положила. Огурцы, помидоры. И там ее любимый рис с присыпкой морские водоросли. Она очень это любит. Чисто такой джапан стайл. Но это ее любимая еда. И вот не поверите, могла бы она это есть чаще. Очень она любит рис с присыпкой, мисо суп и все-все в японском стиле. Ну вот сейчас перекусит и поедет на гимнастику. Гимнастику. Загоняли тебя? Ну, конкретно позанимался. Мне понравилось. Мне понравилось, что нагрузку такую хорошую давала. Целый час, не отставая. Очень трудные упражнения. Молодец. А уже нет. Уже сейчас детки другие пошли переодеваться. Представляете, заехала в Алди. Там были такие классные акции на авокадо и на многие другие овощи, фрукты. Покажу, что купила на 25 долларов. Капуста. В пабликсе она дороже, точно такая же. Мороженое для Сары и для меня. Как она от манго и клубника. Такой более фруктовый лед. Килограмм яблок зеленых. Помидоры. Ну, здесь где-то килограмм, я так думаю. Также черри. Две пачки. Две упаковки черники. Большие упаковки. Два огурца больших. Три манго больших. И 17 штук авокадо. Все это на 25 долларов. Я считаю, что это недорого. И в Алде всегда скидка на авокадо. Ну, вот чаще всего. Я жду всегда там по 49 центов одна штука. Знакомьтесь. Это наш хомячок. Вы очень просили его показать. И вот он. Это Джерри. Или Снежок. Сара еще не определилась с именем. Купили мы его примерно полтора месяца назад. С клеткой, грубо говоря, за 50 долларов. Где-то 35 долларов он стоит. И клетка. Вроде мальчик. Беленький. Белосерый. Джунганский хомяк. Или как там они называются. И такой вот он у нас смешной. Сара его очень любит. Играется с ним каждый день. И кто-то из вас посоветовал купить нам домашнее животное. Чтобы у Саре было хорошо. И так как у нас нельзя в апартаментах заводить собак и кошек. Мы решили завести хомячка. Хомячка можно. Вообще такой милый. Теплый. Иногда кусается. Тешится. Писает. Какает. Может даже сейчас на руку мне написать. Накакать. Так что вот такие дела. Вот такой у нас друг. Скажу всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Ставьте лайки. Да. Пошли спать. Пошли спать. Всем спокойной ночи. Мы пошли спать. Субтитры подогнал «Симон»